привет друзья рад приветствовать вас на нашем канале капитан герман и у нас с вами сегодня будет очень интересный выпуск если кто-то следит за мной то знают по инстаграму что у нас была спасательная операция мы ездили спасали лодку забегая наперед скажу что операция была успешная и лодку мы успешно привезли в линтон бэй марина а о том что произошло почему и что мы делали будет сегодня наш выпуск но прежде чем мы начнем я хотел бы обратиться к своей аудитории после того как мы выпустили ролики о нашем отношении к людям которые поддерживают войну уже прошло несколько выпусков и эти твари опять по вылазили и начали писать всякое дерьмо хочу еще раз рассказать мы считаем что все люди которые поддерживают находят оправдание ищут причины почему россия это сделала я считаю вас козями поэтому вы ублюдки отписывайтесь с моего канала чтобы я вас здесь больше не видел и любое говно которое будет писать мне в комментах о своем мнении о том как ему это видится идет это моя четкая позиция вам нужно это понимать поэтому отписываемся на пусть моего канала и чтобы я вас больше здесь не видел этот канал для свободных людей для людей мира они для вас конченых упырей но для нормальных людей которые после этого введения остались на нашем канале поехали сегодня мне позвонил брайан это управляющий директор линтон май марина и сказал что ему позвонили люди и очень просят спасти их лодку которая находится в 108 милях от берега панамы нужно организовать спасательную операцию и многие люди которых он спрашивал они не готовы к этому сложному решению но мы-то готовы мы-то знаем чувствуем в себе силу и потенциал и сегодня мы едем в офшор для спасения лодки дина у нас занимается подготовкой по питанию я занимаюсь подготовкой экипировки и всего потому что как вы знаете 50 процентов успеха состоит из правильной подготовки поэтому мы сейчас занимаемся подготовкой и дальше выезжаем сегодня вечером в 19 часов в офшор потому что мы хотим прибыть на нашу точку где-то к утру чтобы заниматься всеми движениями уже по светлоте они пересаживаться среди ночи в общем среди ночи мне этого делать не хочется поэтому мы выезжаем в ночь и с утра будем на месте мы проверили прогноз погоды на первый день было немножко более жестко вдоль берега ветра практически не было а далее все переходило в желтую зону и далее в красную то есть погода была немного роли на следующий день погода становилась более спокойно и мы планировали на следующий день добраться до лодки и провести все процедуры и на третий день все становилось вообще практически спокойно и мы решили выйти вот первый день который немного более роли чтобы обратно дойти на парусах вы решили использовать наши канистры с топливом потому что на лодке было всего бочек на 500 литров а мы хотели взять с собой не менее 800 поэтому мы решили заправить наши канистры которые у нас есть на лодке ну что у нас тут чуть-чуть бардака мы тут собираемся у нас планшетки всякие там у нас вон радиостанции и все 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 вот фонарики заряжаем например полностью будем готовы тут у нас зарядная станция заряжается куча всего полезного фонарики yellow brick ну что ты готова но это сейчас легко решим так как мы знаем что погода будет не очень хорошая мы решили взять с собой наши не промы потому что в офшоре даже если погода более-менее нормальная ночью все равно достаточно холодно поэтому наша экипировка должна быть хорошо подготовлена также у нас есть много разного оборудования такие как стропорезы фонари кстати по поводу фонарей меня спрашивают часто что же за оборудование используем и используем армитек кстати это наши партнеры в описании будет код по нему можно получить скидочку далее у нас мы берем спасательные жилеты и их будем использовать на нашей спасательной операции а я смотрю ты готова почти уреди первый пошел сейчас у меня важная задача мне нужно пополнить yellow brick то есть это наш трекер который будет нас трекать в пути чтобы мы могли общаться и если что нам могли отправить координаты и мы смогли отправить координаты нас если что-то пойдет не так короче это трекер который имеет возможность двухсторонней корреспонденции так у нас здесь все powerbank здесь шмотки всякие ножи и фонари и прочее прочее есть еда есть в тузике у нас лежат фендеры и веревки где-то там 150 200 метров длиной ну в общем мы готовы и выезжаем нас провожая тут такой шикарный закат с этой понежнее рэдд Рэд 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 рээ рэ 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 rr Aquí siempre estaré, siempre cuidándote. Estoy aquí por ti, y no me voy sin ti. Véngate a mí, baby, que nos vamos volando fuera de este mundo. Llegué hasta aquí por ti, y no me voy sin ti. Véngate a mí, baby, que nos vamos volando fuera de este mundo. Sé que no lo has pasado bien, que te cuesta sonreír. Te preguntas por qué a ti, y no quieres seguir. Ey, pero tienes que saber, que yo siempre estaré aquí, cerquita de ti. Quiero hacerte feliz, cuando la vida te ponga a prueba. Te sientas cansada y no puedas yo, siempre estaré ahí. Siempre aquí por ti, y no me voy sin ti. Véngate a mí, baby, que nos vamos volando fuera de este mundo. Cuando el camino sea extenso, o el frío intenso, lluvias y estruendos apaguen el sol. El miedo querrá comerte tu valor, no te rindas, por favor. Soy tu compañero de viaje, cargaré tu equipaje, mi cuerpo tu abrigo, contra el frío salvaje. No soy como hol o algún otro vengador, real como el chapulín, puedo vencer el tempo. No soy como hol o algún otro vengador, real como el chapulín. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Tú? ¿Qué piensas? ¿Cómo llegamos hoy? No, 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 porque en la mitad de todo el proceso, nos quedó slabo. звено капитан этой прекрасной лодки сказал что ну его нафиг вот это вот среди ночи ходить потому что это сука страшно и мы возвращаемся обратно поэтому завтра нас ждет вторая серия и мы будем продолжать наше путешествие только завтра с чистого листа поэтому 6 вечера завтра у нас под таймингу новый сейлинг что дина ты счастлива ты какая-то немного словно и мы приехали обратно на лодку дина в непроме привет дина ну что что вы думаете когда вот такой вот облом получается это облом или возможность потому что у нас есть по этому поводу свое мнение но вот как вы к этому относитесь если с первого раза не получилось какое отношение до давливаем или не стоит это важно ну вот как вы поняли первый день у нас подошел к концу через два часа мы вернулись потому что погодные условия были не очень пришлось вернуться из-за того что данная лодка все-таки не является офшорной является прибрежным плавсредством поэтому мы возвратились в линтон бэй и на следующий день нас ждет уже операция номер два потому что условия морские будут немножечко calm down то есть море будет успокаиваться у нас следующее утро смотрите сколько за ночь воды налила полный тузик начинаем пить кофе и постепенно подготавливаться к сегодняшнему вечеру потому что сегодня мы также выезжаем попытка номер два провизионных готов планшеты все упакованы я упакован дина собирается и мы готовы выезжать о мерде экзактаменту а и и и и и и Менос, menos. Умено. Нет, меньше. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я открыл только передний ген. Потому что мейнсейл, там все паттенсы, вот эти вставки пластиковые, они такие загнуты. Я боюсь просто его поломать, потому что парус, как вы видели, был открыт. И оно там все перепуталось. Я его аккуратно собрал. Ну, насколько это было возможно. Ну и пока так и оставим. Но тем не менее, мы идем с передним парусом. У нас скорость на узел возросла. Ну, быстрее будем. На самом деле, лодке немножечко досталось. То есть пришлось нырять, срезать с винта. Там куча веревок было. Какие-то пакеты полиэтиленовые. Какая-то херня была намотана. Но это ребята сделали с металлической лодки. Тут внутри куча всякой... Вот и включится. Что-то натекло. Сейчас вот включили. Билдж заработал. Мотор у нас тоже не запустился. Мы его подкурили. Была еще одна батарея. То есть включили. Ну, вроде все работает. Ну, руль не работает. То есть, ну, автобилот работает. Нас устраивает. Луки открыли. А сейчас, как я вам ранее обещал, я вам расскажу, что же произошло. И мы с вами сделаем определенные выводы. Я вам выскажу свое мнение. Итак, лодка вышла из Панамы, из Shelter Bay Marina и направлялась на Багамы. Потому что владелец живет на Багамах. На лодку был нанят капитан, который сертифицирован US Coast Guard. То, о чем он говорил неоднократно. Далее, они вышли в море. И где-то в 100 милях от берега их застал шторм. Я не уверен, что это был сильный шторм. Но самое первое, что случилось, они включили мотор. И шкод переднего паруса выпал за борт, намотался на винт. И лодка потеряла управление. Они пытались убрать парус. Пытались поставить лодку против ветра. Но за счет того, что был сильный боковой дрейф, у них это не получалось. Потому что, судя по всему, делали они это с передним парусом. Было очень большое усилие на руле. И они порвали троса. Лодка осталась без управления. Капитан начал паниковать. Мотора нет, управления нет. Ситуация критическая. Вместо того, чтобы думать о аварийном тиллере или что-то еще думать, на радио была активирована кнопка De-Stress. И на помощь лодке, на сигнал Mayday, прилетел US Coast Guard самолет. Который кружил вокруг лодки. И первое, что он спросил. Ребята, вы горите? Ответ был негатив. Вы тонете? Ответ негатив. Почему Mayday? Что случилось? В этот момент капитан не придумал ничего лучше, чем соврать и сказать, что у владельца лодки инфаркт. И Coast Guard вызывает на помощь большое коммерческое судно. Судно приходит и начинает процесс эвакуации. Капитан эвакуируется первым с лодки. А владелец говорит, я не поеду. Это моя лодка, почему я должен ее покидать? На что US Coast Guard говорит, извините, ребята, у вас инфаркт. Мы активировали Mayday. Все должны покинуть лодку. Отлично. Давай, давай, давай. Блядь. Блядь, блядь, блядь. Да. Блядь. 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 Блядь, да? Да. Это был автопилот. Старство работает только на автопилоте. Так что я просто сделал это только с автопилотом. Друзья, спасибо большое. Продолжение для всех. Управил. Ты остановил с фуэлой, да? Да. Окей. Что это? Фа**к, стендбай. Шоттап. Окей, может еще файндерап? Да не надо, этого достаточно. Здесь же нет волны. Вот это оно, посмотрите, какое оно. Я криво, у нас есть сито, утре линия, утре. Я говорил с ними, на марина, и они хотят поставить вас в А-50. Я сказал, смотри, они хотят подъехать прямо сюда, не спешиваясь. Мы парк здесь, и потом поставим... О, да! О, да! О, да! О, да! Субтитры делал DimaTorzok Ну что, друзья, как вы видите, наша спасательная операция подошла к концу Лодка успешно доставлена в Линтон Бэй Марина Такая история, на мой взгляд, очень показательная Давайте разберем ошибки Первое, компетенция В этом случае нужно четко понимать, насколько у тебя хватает компетенции Если ты иншор, то, наверное, лучше брать на себя задачи, которые для иншора А не брать то, что нужно идти тысячу миль в офшоре Чтение прогноза погоды То есть в этом случае все понятно Если человек попадает в погоду, которая не соответствует его знаниям То это может привести вот к таким ситуациям, какие мы видим Далее, четко понимать, где Мэйдэй, где Пан Пан, где Пан Пан Медикал То есть вот эти аварийные сигналы нужно активировать в случае, когда они соответствуют действительности Делаем чек-аут, это обязательно Я уже неоднократно говорил, что все юридические аспекты нужно на яхте соблюдать Собственно, это то, что я вам могу рассказать про эту ситуацию Потому что больше я ничего не знаю То, чему научились мы Наверное, не новость ни для кого, что курсовой автопилот следует курсу Так вот, чтобы этот курс был, лодка должна двигаться И двигаться так, чтобы GPS мог определить курс Иначе кнопочки влево-вправо не работают А для того, чтобы они заработали, вам нужно иметь уже там определенную хорошую скорость То есть нужно заходить, как мы заходили, не останавливаясь И тыкая просто бесполезно, потому что автопилот в этом случае даже не поворачивает радар А нужно задавать хорошую скорость и на этой скорости заходить Тогда курсовой автопилот будет работать Если у вас steering autopilot, то есть когда вы можете просто влево-вправо поворачивать радар Это к делу не относится, но в данном случае у нас был автопилот только курсовой На это нужно делать акцент, если у вас аварийно вы заходите И у вас нету steering autopilot, то есть нету переключения на автопилоте Что он просто поворачивает радар Это тоже важно Теперь что же будет дальше с капитаном в этой ситуации Будут судебные процессы Владелец лодки подает в судно капитана за вот то, что собственно произошло За халатность Будет проверяться лицензия, которая сертифицирована US Coast Guard И далее компенсация всех затрат А затраты были большие То есть я думаю, что суммарно там около 10 тысяч долларов они потратили Потому что это была уже не первая поисковая операция Поэтому данная сумма скорее всего ляжет вместе со штрафами И судебными издержками на плечи капитана Ну а владелец чинит свою лодку, которая сейчас поднята на dry dock На этом наш спасательный выпуск подошел к концу Лайк, подписка, колокольчик Спасибо всем адекватным людям, которые с нами А неадекватные мы говорили, что им делать в самом начале этого видео До встречи в следующем выпуске Пока Субтитры подогнал «Симон»